Вечер на видное ТВ продолжается. Для вас работает Юлия Погасьян. Сегодня четверг, а значит на нашем телеканале прямой эфир. И сегодня у нас в студии президент мотобольного клуба «Металлург» заслуженный тренер Советского Союза Валерий Георгиевич Нефантьев. Валерий Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что нет такого человека в Ленинском округе, который бы не знал о вас. Тем более почетный гражданин Ленинского района, по-моему, еще тогда был. Да, в 2013 году мне это звание присвоили, поэтому он тогда еще был районом. Валерий Георгиевич, мы сегодня поговорим о мотоболе, несмотря на то, что вы и член общественной палаты, и член общественного совета при ОМВД, и просто активный гражданин, человек, который живет спортом и всячески старается его нести в массы. Валерий Георгиевич, сезон 2023 года для команды «Металлург» в прошлом году теперь уже закончился, к сожалению, не очень хорошо. И не очень хорошо второй год подряд нашим ребятам не удалось завоевать звание чемпионов сезона. Несмотря на то, что кубок мы все-таки взяли, но чемпионами стали гости из Ставрополья, команда «Колос». Но уже достаточно времени прошло для того, чтобы все проанализировать. Какой-то вывод наверняка сделали все для себя, и игроки, и тренеры, и вы, как президент этого клуба. Ну, какой итог можете подвести, почему так случилось опять? Мне кажется, вспоминать уже прошедшее, оно может быть и проще, и легче, тяжелее, легче, и, я думаю, что проще. Ну, конечно, хорошие твои слова, что «Тезон» закончился не очень удачно. То есть второе место для «Металлурга» считается уже неудачей. Ну, конечно. Ну, так я о чем и говорю. То есть любая команда могла бы радоваться на всю оставшуюся жизнь. А для «Металлурга» я понимаю, мы приучили наших болельщиков и спортсменов уже настраиваем так, что «Металлург» всегда борется за первое место. Это лучшая команда в стране. Более того, это одна из лучших команд в Европе. Ведь мы это звание до того момента, как мы прекратили Россию участвовать в чемпионате Европы, тоже неоднократно доказывали. Поэтому, конечно, ожидания болельщиков оправданы. Ну, понимаешь, здесь трудно сказать. Самое интересное, что начало сезона мы у Колоса, у них на родине, в городе Ипатова, в финале Кубка России, мы у них выиграли. И выиграли очень достойно, потому что, если болельщики знают, наверняка уже многие знают, что ушли к тому времени, к началу сезона, ушли два ведущих игрока. Это Антон Гусев и Владимир Сосницкий. Поэтому, конечно, это два игрока из стартового состава. Поэтому, естественно, все думали, все специалисты и команды считали, что «Металлург» сейчас повалится. Вот именно, что старт был, несмотря на молодой, достаточно обновившийся состав, старт был дан классно. Молодежь, молодцы ребята нашли в себе силы и желание огромное. И мы в финальной игре у Колоса выиграли совершенно 4-3. То есть достойная была победа у них дома при огромном скоплении зрителей. У них, по-моему, сейчас самая посещаемая команда, где больше всего ходят зрителей. Поэтому, к сожалению, чемпионат России, казалось бы, то же самое. Последняя игра у нас дома. Кто выиграет, тот будет чемпионом России. И мы начали хорошо... Ведь такое бывает не каждый год. Нет, далеко не каждый. Бывает, бывает... Чаще всего уже заранее известно, кто будет. Да, да, за 2-3 года до конца уже, в принципе. А здесь получилось так, что подошли обе команды с одинаковым количеством очков. И от этой игры зависело чемпионское звание 23-го года. И мы повели, и народ пришел хорошо при наших зрителях. Шикарная погода. Повели со счетом 2-0. Вроде все складывает в нашу пользу. И в конечном итоге на каком-то этапе... Касьянова удалили ящик. Ну, опять, не надо обсуждать. Судьи ни за что удалили. Мы сразу получили... При счете 2-0 Касьянова удаляет. Мы 2-1 получили. В меньшинстве играли. И потом так сложилось. Вроде бы, потом сразу забиваем. 3-1. Ну, чаша весов, видимо, уже вот чисто психологически... Чисто психологически, видимо, Колос поймал свою игру. Он почувствовал уже, что 2-0, 2-1, 3-1. Потом 3-2, 3-3. И буквально за несколько секунд до конца... Вообще, как правило, такие мячи не забиваются, как правило. С нулевой, с линии ворот. И вратарь здесь, Данила Стоялусов, здесь стоял. Халин, как он пролез, он даже по воротам-то не бил. То есть, все уже. Ворота здесь. Нулевой вариант на линии ворот стоит. Он просто уже... На нем, вдвоем там сидели за ним уже. Он просто уже от безысходности взял и ударил. Мяч попадает в ногу Усова и между ног его от этой ноги. Еле-еле закатился в ворота. Владимир Ильич, ну, можно, наверное, говорить о все-таки удаче, которая... Ну, вспомните, финал Кубка России в Коврове. По-моему, это какой был... Сейчас, 24... 22-го года, если я не ошибаюсь. Да, я не ошибаюсь. У Касьянов получилось, что нашей команде, да, по-моему, он именно заработал вот этот вот штрафной... Пенальти, да. Пенальти, да. И забил. И забили. Да-да-да. Ну, тоже на последние, там, буквально секунды, минуты, там вообще это было... Что-то невероятное. Тоже, может быть, такое. Это произошло. Или произошло все-таки другое, что Колос, может быть, себе такую тактику подготовил. Вот, экономить силы. В этом, в принципе, и прелесть игры. Потому что она непредсказуемая. Для болельщиков, которые приходят поболеть за свою команду, естественно, всем хочется, чтобы она победила. Но когда Металлур побеждает, там, в 3, в 4, в 5, в 8 мячей разница, ну, народ, конечно, уже привык к этому. Они засыпать начинают. Это, когда игра идет в один мяч, она интересная. Да, конечно. Видновчанам не очень приятно, что Металлург проиграл. Но, однако же, наверное, это свидетельствует о том, что мотобол жив. И, правильно вы отметили, зрелищность начинает возобновляться. Ведь, когда ты не знаешь, чем закончится матч, это интересно. И поэтому и не только в регионах полные стадионы на мотобольных матчах, но и в Видном люди начинают приходить, и трибуны заполняются. Это, конечно, всегда и спортсменам приятно. Но вот, на ваш взгляд, мотобол продолжает удерживать позиции. Потому что одно время скептики говорили, что этот спорт умирает. Ну, вот, знаете, я вот не знаю, из года в год он все умирает, умирает, но он никак все равно живет и процветает. Нет, я все-таки думаю, было, конечно, было падение. Начало 90-х, когда разрушилась такая голубая Советский Союз, было падение, действительно, количество команд уменьшилось, финансирование, неизвестно, как шло. Поэтому было падение. Но потом постепенно, постепенно, не скачками, а вот именно постепенно, потихоньку, опять команды начали возрождаться, опять начали проводить соревнования. Мы, кстати, ни разу не прерывалось, ни Кубок России, ни Чемпионат России никогда не прерывался. Все время, независимо от экономического состояния в стране, всегда ни одной игры не отменяли. И количество команд уменьшилось. Уже доходило до четырех команд. Потом пять, шесть, семь. Сейчас, к нашему, к счастью, впервые будет участвовать команда СДНР, команда «Союз-3» из города Иннакиево. Мы не будем забегать вперед. Конкретнее мы поговорим о сезоне 2024 года чуть позже, но все-таки давайте подведем итог. Какой вывод сделал тренерский руководящий и состав игроков по результатам 2023 года сезона? Вывод, чтобы дальше идти вперед с наилучшими результатами? Юля, сейчас хорошо, потому что стало доступно телевидение, стало доступно снимать много игроков. Поэтому мы эту игру практически… По секундам. Все время просматривали во всех и замедленно, и быстро, и медленно. Разбирали все прямо вот по досконально каждого. Каждую ошибку на экране разбирали. Каждый высказывался, почему так получилось. Кто виноват, кто где недоработал. В принципе, я думаю, что к общему мнению пришли, что… Причины. Маленькие ошибки, ошибки, ошибки. Ничего не сделаешь. Были, были, да? Конечно, были ошибки. Молодежи? Да нет, у всех не забили. Я вот… Никита Марков, когда при счете 3-1 забил, он уже все. Он подъехал к воротам, у него мяч. Вратарь уже лежит. Мяч отскочил, вратарь упал, лежит с расстояния, ну, где-то метров 6 максимум. Взял, просто катнул, значит, но он, видимо, хотел забить так, чтобы красиво… Красиво. Как дал, и выше перекладин метров на 5 мимо. Такое бывает, я смотрю, у мотоболистов, когда они стремятся к красоте, а выходит… Вот этот момент, знаешь, этот момент, этот момент прямо вот надломил всех. Вот забей, 3-1 счет был, вот он забивает, 4, все, и Колос повалился. А здесь, тем более, Колосу поставили пеналь, и Колос пенальти не забил. У нас был подъем. Потом, когда Никита не забивает 6 метров, у нас ребята, видимо, тоже… Ну, что, стечение обстоятельств. Ну, все на ошибках, но, опять же, без ошибок невозможно, невозможно, что… В любой сфере. Ну, конечно, если бы БДЖ пока играли, составил план игры и знал, кто выиграет, ошибки не делали. А так, я говорю, в этом прелесть, опять же, прелесть игры, что она непредсказуема. Если ты приходишь в театр и берешь программку, читаешь там Отелла, Дездемона, на каком-то… в последнем акте он ее задушил, уже все знали. А на игру приходят, этой программки нет, и люди приходят, болеют и ощущают, что они пришли на зрелище. И оно непредсказуемо. Это очень здорово. Валерий Ильич, ну, на данный момент состав команды уже не ожидает каких-либо перемен? Сейчас тренировки, вот, традиционно, сразу после Старого Нового года начались. Да, нет. Нет, наработан вариант у нас подготовки к сезону, у нас уже многолетний, 50 лет команде, это 52 уже будет, 50 лет команде и варианты подготовки к спортивному сезону у нас уже четко идет. Ну, кое-какие изменения вносим, но, тем не менее, в зависимости от уровня развития, но, тем не менее, он уже четко наработан. Сейчас вот заканчиваем, плюс тому же нам в конце сезона же фирма «Матюль» подарила 4 новых мотоцикла, суперсовременных. Наконец, я вас поздравляю. И глава. Долгожданное событие. От округа. То есть у нас сейчас 5 полностью новых мотоциклов. Ну, они действительно превосходят. Я немножко другому нею, но, тем не менее, они газ-газы превосходят. Ну, на газ-газах мы почти больше 20 лет играем. А «ТМ» – это современный мотоцикл, это итальянский мотоцикл, собранный во Франции. И у него тактика и технические характеристики немного получше, чем у газ-газа. Но я всегда говорю, что мотоцикл сам не играет. Все равно им управляет спортсмен, и голы забивают не мотоцикл, а спортсмен. Но все же я слышала от игроков, что мощность мотоцикла тоже имеет значение. Я никогда не забуду и всегда вспоминаю Сергея Ивановича Часовских, который, я считаю, что он бы на любом мотоцикле, на любом мотоцикле сел и обыграл бы. На любой. Вот любой он берет мотоцикл, садится, и обыграл бы. Потому что это был супер игрок высочайшего класса. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы оно, когда и спортсмен соответствует уровню мотоцикла, и мотоцикл соответствует уровню спортсмена. Конечно, если они умеют это все соединить воедино, результат должен быть. Ну, главное, чтобы покрышек хватало. Да. Это, кстати, да. Это очень важно. Потому что намного увеличивается износ покрышек. Скажите, как часто приходится менять? Потому что, я знаю, многие наши телезрители и передачу «Большой мяч» смотрели, и ходят на матчи, тоже слышат эту информацию. Но для меня лично, когда я начала работать тесно с командой «Металлург», делать это реалити-шоу, было таким удивлением, насколько быстро, просто как перчатки эти, покрышки меняются. Ну, за сезон уходит где-то 45-50 баллонов за сезон. Но, учитывая еще тренировок же много, поэтому не только игры, а тренировок. Мы уж стараемся даже, тем более резина дефицитным стал, этот «Митокс», на котором мы играем, это чешская резина. И, опять же, когда санкции эти ввели, «Митокс» пропал, просто пропал, мы не могли его приобрести нигде. К Белоруссии, фуры подходят к Белоруссии с этой резиной, а их не пропускают, разворачивают. Но, опять же, к чести бизнесменов, нашли все равно варианты поставки вот этой резины в Россию. Нашли варианты. Сейчас она уже, сейчас она, естественно, подорожала прилично, но, тем не менее, она уже, по крайней мере, есть, ее можно приобрести хотя бы поэтому. А так, конечно, мы даже стараемся на тренировке перебортовывать резину и тренироваться почти как в спорте на «Слике», на «Лысой», говорят. Стараемся тренироваться, чтобы потом на игру уже опять бортуем, ставим нормальную резину. А если это не делать, на 60 штук только можем тогда выйти. Будем экономить. Мотоциклы новые, резины, дай бог, хватит. Состав стабилизировался, и тренировочный процесс был удачным. И совсем скоро идет, все еще идет. И совсем скоро нас ожидает очередное открытие нового мотобольного сезона, теперь уже 2024 года. Оно состоится 26 апреля, и открытие будет в городе Видное. Старт дан. Мы первые игры, мы вообще всегда первые игры весенние, играли в Краснодарском крае. Так как в этом году Кубок России у нас здесь, поэтому с 1 мая уже начинается. Поэтому мы сделали эти две первые игры, чтобы хотя бы немножко в игровой обстановке ребята поварились. Мы сделали две игры, 26 и 28 апреля, игры чемпионата России пройдут. А с 1 мая уже стартует Кубок России. 26-го, кто с кем будет играть? 26-го мы играем, это станица Старобинская Краснодарского края, команда «Зря» называется. И вторая тоже из Краснодарского края, команда «Кировец». 28-го. 28-го, из станицы Полтавской, тоже Краснодарского края. И 26-го какое-то ожидается торжественное открытие. Ну да, ну как всегда, я надеюсь, в присутствии главы, надеюсь, поэтому, естественно, мы не такое, не феерическая, не олимпийская игра, как открывает. Но тем не менее, конечно, представление команд, поздравления команд, пожелания, поэтому я думаю, что хуже не будет, чем всегда. А теперь можно подробнее о составе команд на 24-й год, сезон 24-го, помимо существующих семи, прибавилась восьмая, слушайте, но это очень радует, конечно. Ну, конечно, это, можно сказать, прорыв за многолетнее существование семи командов, будет восьмая команда. Команда, она вообще, команда-то, она с историей, это команда «Союз-3», она от Донецка, там 40 километров от Донецка, это ДНР. У них шикарный стадион, просто шикарный стадион, команда называется «Союз-3». Почему она «Союз-3»? Потому что Береговой, Георгий Береговой, космонавт наш великий, он из города Инакева, и поэтому они назвали команду «Союз-3», это корабль, на котором он летал в космос. И поэтому Береговой все время их поддерживал, тем более, когда он стал, он же потом стал дважды Герой Советского Союза, начальник Центра подготовки космонавтов, депутат Верховного Совета СССР, мне письмо раз от него приходило, я работал, там одни в подписи, дважды Герой Советского Союза, начальник Центра подготовки, депутат Верховного Совета, там один вопрос интересный был. Но тем не менее, я вот жалею, что этого не от Ксели, он не сохранил. И поэтому команда, она, в общем-то, с историей. Да, то есть она вот продолжала все это время существовать? Нет, ее возродили. Ну, как разрушила Советский Союз, естественно, Украина. Ее не было. Нет, на перенесе Украины она играла, а когда начались вот эти, сейчас перенесе Украины, чемпионат Украины проходит, но ДНРская команда, там в ДНР две были, и «Союз-3», и рядом город Кировск, две команды из ДНР были. И эти команды, естественно, в чемпионат Украины, как говорят, не пущают. Поэтому они не играли. Не играли в эти команды. Они не играли. И поэтому вот сейчас мы связались. Сейчас в октябре был сбор в Ставрополье, руководители тренеров команд, и представители Инакиево уже приехали. И там, опять же, хорошее совпадение. Там сейчас глава города Инакиево, одноклассник Сашнического Александра. Они в одном классе учились. Как Тессин Мир. Вот я говорю так. Он с Украины, он из Хорола. И Саша, как учился, они в одном классе учились. А сейчас он глава города Инакиево. Способствует тому, чтобы этот спорт развивался. Когда в Хороле, там команда, в Хороле же хорошая команда была. Она всегда в пятерке постоянно болталась на высшей лиге. И поэтому он стал главой. Естественно, он уже знает мотобол. Видел, как и поддерживает его по мере сил и возможностей. Он сам на сборной приезжал. Но приехал его зам, приехал и начальник спортотдела города. Валерий Ильич, а эта команда, она больше состоит из молодежи? Или какие-то игроки уже такие? Юлия, сложно сказать. Это у них как раз самый больной вопрос. Потому что у них все есть. Шикарный стадион, автобус, мотоциклы. Но со спортсменами сейчас уже два человека погибли в СВО. И поэтому они говорят, у нас сейчас большая проблема со спортсменами. Поэтому вплоть до того, что мы им даже будем помогать. Ну, надо, конечно. То есть команда развивается. Конечно, конечно, конечно. Потому что команда с историей, команда с большой историей. Тем более, да, команда с историей. Она все время в высшей лиге. Все-таки хочется, чтобы этот спорт еще больше развивался. Потому что все говорили, что команда будет только уменьшаться. А здесь такая инициатива. Конечно, ее надо поддерживать. Ну, видновчане познакомятся с ней. Да, да, да. И это радует очень. Они в нашей зоне на кубке будут. Кубок будет проходить по системе. Будет 10 команд участвовать. Две зоны. Одна в Коврове зона. Пять команд. И пять команд в Винном. Вот Союз-3 будет Винном как раз. Они в анокруговом турнире играют. И потом две команды оттуда. И две из Винного. Два полуфинала. 6 мая и 7 мая финал. То есть, 10 команд разыгрывает в этом году Кубок России. Ну, вот Кубок России, как видно, готовится встретить участников Кубка. Я помню, вот когда мне посчастливилось поехать с Металлургом на Кубок в Владимирскую область. Это было очень интересно. Это было торжественное, красивое открытие. Все было на хорошем, высоком уровне. Видное уже обсуждали? Ну, только в первом прорежении. Сейчас запущено распоряжение главы. Еще, правда, не подписано, но уже отпечатано и идет согласование. Я думаю, на той неделе уже будет подписано распоряжение главы. Соберется первый оргкомитет, соберется на уровне главы, где будут распределены все обязанности, кто за что отвечает. Большая беда, к сожалению, в этом году, как никогда, я вот 50 лет, 53 года в Винном живу, такого снегобада, бывали снегобада, но чтобы вот такой, у нас мотобольное поле, практически, вот сейчас, спасибо Дмитражке, он начал все-таки помогать и убирает уже. Ну, для того, чтобы окончательно подготовить поле, еще конца края не видно. Ну, будем еще уповать на погоду. Ну, да, ну, еще, да, неделя, месяц еще, поэтому, я думаю, сейчас уже плюс. Сейчас зимой, когда... Снег активно тает, ну, и коммунальные службы тоже хорошо справляются. Ночью, ночью, уже когда станет плюс, тогда снег быстро сядет. Валерий Георгиевич, я уверена, это малая проблема, которой не стоит беспокоиться, и все в руках, в надежных руках администрации округа. Я, конечно, понимаю, вы переживаете за каждый момент, но я уверена, что в этом плане все будет наилучшим уровнем. Главное, чтобы ребята были морально готовы, мы их всячески будем поддерживать, освещать сезон. Я уверена, жители города тоже придут на стадион и на кубок активно участвовать. Поэтому главное, чтобы ребята были заряжены и на победу. Ну, тем более, я и говорю, сейчас на новых мотоциклах, которые намного мощнее, 5 мотоциклов. Поэтому весь стартовый состав будет на новых мотоциклах. Так что, ну, в принципе, условия все созданы для команды, все. Предсезонку мы прошли, очень прилично проходим, очень прилично. И лыжи, три раза лыжи, два раза бассейн, три раза спортзал, три раза атлетическая подготовка. То есть, с точки зрения подготовки спортсменов, на 98,5-х они готовы. Сейчас вот на мотоциклах уже начали тренироваться. На мотоциклах более-менее поле, более-менее от снега разгребли. Еще по стармам есть. Но уже мы начали кататься, тренироваться. Ну, а вы говорите. Еще месяц, я думаю, за месяц мы наверстаем и пущем. Потому что там, в Ставропольске, в Краснодарском крае, они уже, они публикуют сейчас в интернете. Ну, так было всегда. Всегда, конечно. Что они уже месяц тренируются. Они нам нервы мотают. Что мы уже готовимся в месяц, а вы еще только начинаете постигать. Информационно давят. Да, да. Ничего страшного. Валерий Георгиевич, ну, молодые спортсмены, существующая команда. Однако, надо сказать вам спасибо за то, что работаете активно в направлении о том, чтобы не забывали игроков, которые были раньше, которые создавали имя Металлургу и вывели его на тот педестал, где сейчас он находится. Вот в прошлом году, например, на стадионе Металлург открыли памятное панно Часовских. Было такое торжественное открытие, очень красивая стена. И вот на днях, к сожалению, вот такая очередная неприятная новость. Ну, к сожалению, это не остановишь. И действительно, уходит... Как раз, ну, Сергей Иванович чуть-чуть раньше пришел в команду. Но Володя Данилин, который вот три дня назад умер, сегодня были похороны. Вот как раз, когда мы первый раз чемпионами в 79-м году встали, вот он как раз был в первой команде чемпиона Советского Союза. Часовских уже 76-го года, а Володя вот только пришел, год-то всего, и он как раз, вроде как, с его приходом мы стали чемпионами. То есть он свою лепту внес. Володя был очень такой целенаправленный спортсмен. Он, спортсмен, я считаю, идеальный был. У него всегда мотоцикл идеально подготовленный. Он чистый, форма всегда чистая, все постиранное, все зашито, подшито. Ботинки начищены. То есть спортсмен идеальный был. Ни одной тренировкой не пропускал. И отношение к тренировкам всегда было самое достойное. И когда такие люди уходят, конечно, это очень обидно, но, к сожалению, это процесс биологически. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. На ваш взгляд, успели те игроки передать какие-то секреты своей работы? Есть какая-то преемственность? Ну, преемственность однозначно есть, потому что независимо от какой бы... Даже уж когда Чисовских в 1991 году уехал во Францию... Потому что Чисовских... Играть. Да, заключил с французским клубом «Ветри для фронса». Он заключил контракт и играл за Францию пять лет. Когда он в 1991 уехал, я думал, ну, сейчас без Сереги мы повалимся. Но, ребята, вот, коллектив сконцентрировался, напрягся. Артюшкевич здорово заиграл. И мы уже без Чисовских стали чемпионами уже России. Уже России. То есть это был звонок хороший. Потому что я действительно в глубине души, я, конечно, не говорил никому, но в глубине души думал, что без Чисовских, конечно, сейчас будет сложно. Но вот нашли в себе силы. И что состав, в принципе, был одинаковый. Не выделяли такого, как Чисовских, конечно, не было в том составе. Но, тем не менее, вот как раз Володя Данилин как раз, Владимир Володя Артюшкевич, Рома Кривченков на воротах. Сашка Сосницкий встал, только молодой же встал. Поэтому нашли в себе силы и доказали, что даже без Чисовских металлург остался верить себе. Валерий Георгиевич, а в этом году кто-нибудь из молодежи впервые выйдет в состав основной? Ну, я надеюсь, если честно, надеюсь, конечно, на Гусарева Тимофея, потому что он самый молодой и самый перспективный из теперешней молодежи. Но если он немножко пересмотрит свои отношения, парень такой немножечко с опломбом. Ну, я думаю, это время, это проходит. Возраст, да? Да, от возраста, да. Я думаю, он сможет даже в стартовом составе уже. По крайней мере, ТМ ему дали. И ТМ дали ему. Авансом. Да, авансом. Потому что я надеюсь, что вот он должен усилить. Ковтун, молодые ребята. Ковтун, Гусарев. Ваня Крештопа еще, уже опытный. Ну, Ваня уже звезда. Металлурга, капитан с прошлого года. Ваня уже вот тоже, казалось бы, вот. Казал, да. Только пришел, казалось бы. Это точно. В 2004 году он пришел. Это что, 20 лет уже, что ли? Вообще-то да. Крештоп уже... Только пришел. 20 лет в команде, Крештопа. Вот, когда не считаешь. Точно, а не 10? Нет, Валерий Георгиевич. Если 2004, то, к сожалению, 20. Да, значит, у Вани в этом году юбилеет. 20 лет в команде. Да, пожалуйста. Но тоже пришел. Ведь вот кое-как на мотоцикле дело. Сейчас лучший игрок европейского чемпионата и России. Работаем, да? Да, да, да. Валерий Георгиевич, в завершении наше увлекательное, увлекательное, очень интересное. Спасибо вам огромное, беседы. Я хотела бы, чтобы вы все-таки обратились к жителям Ленинского городского округа с приглашением принять участие в играх чемпионата и Кубка России 2024 года. Дорогие зрители, действительно, в конечном итоге мы играем для вас. И ребятам очень приятно, и это их сильно вдохновляет, когда на стадион, стадион полный или даже переполнен. Поэтому я вас очень прошу, наверняка игры будут интересные, что команды растут и начинают на пятки металлургу наступать. Для вас будут игры все интересные. Тем более Кубок России будет в городе Видном. Если вы будете приходить и активно болеть, то, конечно, ребятам это очень приятно будет. И они вам доставят, я думаю, они вам смогут доставить огромное удовольствие своей игрой. Потому что мы вас очень ждем с 1 по 7 мая на стадионе «Металлург». А 26 и 28 мая две игры… Апреля. Да, апреля. 26 и 28 апреля две первые игры чемпионата России 2024 года. Мы вас ждем и надеемся, что вы нас поддержите. Мы точно поддержим. Да, спасибо. Валерий Гриш. А вы, это большая поддержка. Спасибо вам огромное, что уделили этим вечером время для «Видное ТВ» и этого интервью. Спасибо, Юля. Ну что же, наш прямой эфир подходит к концу. Оставайтесь с «Видное ТВ». В студии была Юлия Погасьян. Следите за обновлением наших новостей в социальных сетях. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе всех самых актуальных событий Ленинского городского округа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова